Всем привет! Сегодня 14 февраля, светит солнышко, прекрасная погода. И я хочу поделиться с вами последними новостями. Вчера вечером я ходила в отдел полиции для того, чтобы сдать административное исковое заявление в рамках кассы на обжалование приказа местного нашего. И так как такие документы принимает юрист, юрист в отделе полиции, это моя старая знакомая, когда-то она была моим заказчиком, как частные лица, мы заключали соглашение, с ней вместе работали. Сейчас она занимает должность юриста в отделе полиции, ее зовут Мария, очень хорошая девочка, люблю, уважаю ее, ее супруга и деток ее. Хорошие малышки у нее такие. Ну и мы с ней побеседовали по поводу того, что мне лично не нравится в отделе полиции, почему мне не нравится этот приказ, почему я его обжалую, вообще зачем я делаю все эти действия, что я делаю в отношении сотрудников полиции наших. Я с ней поделилась своим видением, поделилась тем, что мне не нравится, какая полиция у нас. Что я хочу, чтобы полиция стала лучше и всеми своими действиями я помогаю ей становиться лучше, по моему мнению. Маша мне предложила посотрудничать в плане, в каком плане. Ну, так как у нас отдел полиции занимается, ну, помимо того, что они охранять закон должны, президент, последний посланник МВД и предпоследний, и до этого, в общем, каждый раз он говорит о том, что общество должно доверять сотрудникам полиции, чего, к сожалению, у нас не происходит. У нас практически нет сотрудников и практически нет граждан, которые им доверяют. У нас есть менты, у нас есть мусора. Это все разные имена народ, вот разные. Есть менты, есть мусора, есть сотрудники полиции. Это разные вещи, это никакой не жаргон, не надо путать здесь. Абсолютно, я вам, если интересно, прям по полочкам расшифрую, что такое мент, что такое мусор, и кто такой сотрудник полиции. Ну, так как нам, гражданам, без полиции никак нельзя, вот ну никак, без полиции у нас начнется бардак, без полиции у нас начнется беззаконие, то, что происходит практически сейчас. Поэтому я считаю, что нам ее срочно-срочным образом нужно создавать. И так как у нас, кроме ментов-то сейчас и мусоров, особо нет выбора, поэтому мы должны постараться с вами все вместе сделать так, чтобы из паршивых ментов и мусоров у нас появилась прекрасная бабочка полиция. Это можно сделать, это, конечно, это долгая работа, без сомнения, потому что нужно, для этого нужно вырастить абсолютно новое общество. А как нам говорят древние святые книги, это работа 40 лет. 40 лет у нас, конечно, с вами нет сейчас. Ну, хотя бы что-то мы можем попробовать сделать, и хотя бы что-то мы можем попробовать изменить. Значит, как я вижу изменения полиции, в ментов, в полицию. Первое, нужно вычистить ряды. Нужно выгнать мусоров оттуда. Это тех, кто занимаются тем, что просто в наглую имеют людей. Те, кто используют свою форму, свое служебное положение, для того, чтобы иметь, не защищать закон, их задача, а споймать и взять на лапу себе, на карман. Вот это мусора. Их надо выгнать, однозначно. Однозначно надо выгнать, потому что им там не место. Следом у нас менты. Кто такие менты? Это те, кто не знают законов, это те, кто вроде местами неплохие люди, довольно. Но являются, к сожалению, ментами, потому что их по-другому не научили, а они по-другому не умеют. Умеют только так. Умеют... Где-то они, конечно, помогают людям, где-то они соскакивают с работы, где-то они не очень хорошие сотрудники, скажем так. Вот нам надо сделать так, чтобы у нас мусоров выгнали всех, а ментов потихоньку переделать в полицию. Переделать в полицию мы только можем показать. Вот как у нас... Знаете, вот Советский Союз мы все много ругаем, и без сомнения я противник основной части того, что было в Советском Союзе в плане закона, в плане идеологии. Там она абсолютно была несвободная, но в Советском Союзе была такая хорошая штука, как высмеивание нехороших поступков до людей доносили с горшка, что такое хорошо, а что такое плохо. Это... И когда ребенок какой-то совершал гадкий поступок, наверное, многие из вас помнят, как у нас в школах, как в детском саду там вперед выводили, стыдили, как в школах на линейках, весь вся школа собирается вперед, выводили и стыдили. Это абсолютно действенный метод, потому что он, я считаю, очень хорошо запоминается тем, кто совершил гадкий поступок. Если я... Например, я таких поступков в школе не совершала, и меня никогда не выводили на линейке вперед, но я помню все случаи, когда у нас на линейках кого-то выводили в школе, загадки, вот такие вот моменты, и прилюдно стыдили. Сейчас это у нас считается не по закону, но, по моему мнению, это глупо, и эта часть закона должна быть очень хорошо продумана, и, возможно, изменена, корректирована каким-либо образом. Потому что дети очень абсолютно хорошо понимают общественное порицание, и, кстати, взрослые тоже. Когда человека начинают осуждать за какой-то поступок, он, как правило, раскаивается. Вот здесь, я считаю, нужно применить тот же способ. И сотрудников полиции мы можем получить только таким образом. Только стыдя и порицая ментов и увольняя мусоров. И все. И другого варианта не дано. Кроме того, безусловно, с общества должно пойти ответное уважение к полиции, ответное уважение к сотрудникам полиции, понимание значимости их работы, понимание, для чего они вообще нужны, для чего они существуют. Романтика, вот это вот малолетство, ауежий сморам, это вообще для каких-то, ну не знаю, как назвать даже этих людей, ну вообще глупых, не понимающих ничего, и даже тот же божеский закон они не понимают. Потому что закон должен быть, иначе, ну как жить в обществе? Кто сильнее, тот и прав, кто богаче, тот и прав. Ну то, что и сейчас у нас есть, ну до чего мы дожили? Нет, так не пойдет. Чтобы мы жили с вами по-другому, надо, чтобы меньше воровали, а чтобы меньше воровали, надо, чтобы появилась полиция. Вот и все. Полиции мы поможем помочь только вместе стать, только порицая каждого мента, стыдя его и заставляя его превращаться в сотрудника полиции. Поэтому я ответила согласием Марии, что я, конечно же, я с ними посотрудничаю, я им попробую помочь со своей стороны, я это и делаю, в принципе. Весь этот год уже, вот в марте месяце будет год, вот как я это делаю. Поэтому я согласилась поучаствовать в каких-то совместных мероприятиях, в школьных, там, возможно, ну вот они проводят всякие лекции. Конечно, я попробую донести до детей эту мысль, и я ей озвучила, какую именно мысль я хочу донести до детей. Она там еще меня спрашивала про нет наркотиков. Ну, тут, я думаю, полиция без меня неплохо справляется. Я считаю, это бессмысленная затея, что полиция не сможет заниматься пропагандой, нет наркотиком, среди детей. Это задача немножко других людей, никак не полиции. А полиция должна заниматься пропагандой среди детей, что закон, это хорошо, что закон должен быть и бить, что закон, это защита всех нас, что полицейские, это тоже часть общества, что мы едины, что мы народ, и что если мы хотим жить нормально, то мы должны так и жить, едино, как народ, не воспринимая сотрудников полиции какими-то инопланетянами, прибывшими с нам с иной планеты. Вот. Я вот об этом ей и рассказала. И также я рассказала еще, что сотрудники полиции должны прекратить панибратство. Они должны соблюдать субординацию. Это первое, что... Это их лицо. Оно должно быть. То есть не может сотрудник полиции на салам алейкум подходить гражданам. Вот. Но никак. Сотрудник полиции должен подходить гражданам, так как должен это делать сотрудник полиции, пока он не является частным лицом, а является представителем юридического лица под названием МВД РФ. Вот и все. МВД это абсолютно юридическое лицо, и каждый ее представитель несет ответственность и представляет это юридическое лицо на основании ФСЗ номер 3. Когда снимает сотрудник свою форму, тогда он превращается в Васю Пупкина, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации, обладающего всеми правами гражданина и обязанностями. Пока на сотруднике форма сотрудника полиции, он не Вася, он сотрудник полиции Пупкин Василий Васильевич, занимающий должность вот такую-то, имеющий звание вот такое-то. И он представляет здесь не себя, а МВД России. Вот так это должно быть, и когда так будет, порядка тоже станет больше. Ну, спасибо всем за внимание, что вы слушали мою долгую болтовню сегодня. И я обещаю вам, в ближайшее время будет несколько громких видео про известных личностей нашего города и не только города нашего. вот, спасибо, что вы меня смотрите, спасибо, что вы пишете комментарии, ставите лайки, это все продвигает видео выше. Это надо делать, не абсолютно это, потому что однозначно у нас впереди ожидаются изменения в стране, и я намерена поучаствовать в этих изменениях. И, конечно, для этого мне нужна популярность, как ни крути. Ну, все, всем пока, до встречи. Спасибо.